Добрый вечер, дамы и господа. У микрофона Юрий Прайнко на волнах радиостанции Финам-ФМ, ежедневная программа «Реальное время». Сегодня у нас тема налогов и тема не просто, знаете, таких виртуальных, где-то далеких налогов, а непосредственно поговорим о нашей с вами жизни, о жизни физических лиц, если уж финансово-экономической терминологией пользоваться. Мы программу заявили следующим образом. Налог на недвижимость. Государство опять хочет залезть в карман среднему классу, но, безусловно, с моим компетентным гостем затронем и другие важные темы, другие важные вопросы. Сегодня у меня в гостях председатель комитета Федерации России по бюджету, экс-замминистра финансов России Евгений Бушмин. Евгений Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что согласились прийти. Вот скажите, пожалуйста, как у нас с государственными финансами нынче? Не вдорожает. Не вдорожает, государство российское получает дополнительные доходы, я правильно понимаю? Ну да, меньше уделяет внимание налогам на недвижимость. А вот с точки зрения дефицита бюджета, вот эта картина, как она развивается? Ситуация следующая. При где-то 90 долларов за бочку нефти мы пока еще не можем сверстать нулевой дефицит. Я думаю, что как раз его где-то к 15-му году сверстаем при 90. Но если нефть остановится где-то на 110, то мы и в этом году сможем выйти на нулевой дефицит. То есть это вполне достижимая цель? Вполне достижимая. При том, что творится в странах арабских, я думаю, что вполне достижимая. Ну, конечно, радоваться нечему на самом деле, потому что чем дороже нефть, тем меньше мы уделяем внимания модернизации и прочим нужным эффективности и прочим нужным вещам. Но самое главное при такой цене на нефть это принятие таких политических решений. Ну, первое, мне кажется, самое главное политическое решение это все-таки возвращение к резервному фонду. То есть не тратить те деньги, которые мы дополнительно получаем от нефти, а все-таки опять начинать создавать, возрождать резервный фонд. И самое главное еще, по-моему, сейчас надо взглянуть на наши заимствования, потому что мы планировали заимствования, исходя из цены на нефть 75 долларов за бочку. Это означает, что они достаточно большие и даже в своем заключении комитет по бюджету писал, что, причем все сенаторы с этим согласились, что подобный объем заимствования для нашего рынка, он такой тяжеловатый. То есть можно задавить всех остальных, а когда государство на рынке начинает давить всех остальных, вы помните пирамиду 98 года, это вот прямо государство, тогда 90% рынка заняло своими ГКО и в итоге получило то, что получило. Нет, не очень хорошо. Нет, у нас даже в случае, если будет нефть 75, у нас не будет 90%, будет там 30-40, но это тоже нехорошо. Но, тем не менее, доминанта государства на долговом рынке. Очень серьезно. Поэтому, первое, кажется, вот те заимствования, которые можно не делать, потому что рынок не терпит пустоты. Если государство с него уходит, то, соответственно, при возвращении мы получаем более дорогие заимствования. Поэтому, конечно, мы должны остаться на рынке, должны участвовать. Только суммы нужно определять уже исходя из участия, а не потребности покрытия дефицита бюджета. А если мы говорим о том, что есть идея возродить резервный фонд, для чего? Вроде бы риторический вопрос после событий. Сейчас они порядок наведут у себя, нефть опять упадет, и у нас опять будет то же самое. Мы ведь пока не избавились от зависимости от нефти. И еще долго-долго не избавимся. Но есть такое, я не знаю, заблуждение, миф о том, что вот эти сверхдоходы надо тратить. Я знаю, что немало людей, в том числе и ваших коллег, и в Сенате, и особенно в Нижней Палате, рассуждают, что вот этот Кудрин сидит на бочке, ну или на мешке, правильнее сказать, денег, никому ничего не дает, а страдают от этого, например, как пример, инфраструктурные проекты. Да, согласен, что надо делать инфраструктурные проекты, согласен, что не во всем Кудрин и особенно Центральный банк, они не во всем правы, как мне лично кажется. Но это не означает, что вот по этому заданному вопросу я не солидизируюсь с Кудрином. Я думаю, что если мы сейчас начнем тратить, то вот весь вопрос, весь вопрос в том, что почему-то наши траты, они не конечны, вот они длятся во времени, причем длятся бесконечно долго. И каждый год в смысле индексации они все больше и больше и больше. Вот это кошмар, то есть сейчас у нас все хорошо, мы начинаем тратить, раздаем, все хорошо, на следующий год у нас все плохо, а раздавать-то надо. Посмотрите, какой ужас будет, если мы там что-то начнем. Мы тут два года не повышали заработную плату, чиновникам, кстати, уже три не повышаем, говорим, ругаем, но не повышаем. Вот, непонятно, как там можно существовать при инфляции, там, больше десяти процентов. Я промолчу. Я промолчу. Конечно, конечно. Сначала мы не повышаем, три, там, четыре года, потом начинаем спрашивать, а что случается, почему они все не хотят делать то дело, нужное для государства, там, которое им полагается делать. Потом начинаем их увольнять, потом начинаем, в общем, переаттестацию проводить и так далее. То есть, это вот, вот с чего бы начать называется. Нет, надо, по-моему, одинаково, ровно относиться ко всем категориям. Если вам не нужны чиновники, их что надо делать? Сокращать. Но гнобить никого нельзя, ни бюджетников, ни чиновников, иначе у вас в государстве какая-то левая нога, правая нога. А вы считаете, что чиновников России гнобят? Сейчас уже да, конечно. Конечно, конечно. Сейчас уже да, потому что я вижу в некоторых моментах такое изменение отношения чиновников к населению, к посетителям. Понимаете, типа, вот знаете, как это в советское время в магазинах, да? Как без вас хорошо, без покупателей? И вот такое отношение. Ну, вы знаете, разное было. Но вот такого массового монкирования своими обязанностями раньше у чиновников не было. То есть, я считаю, что вот, как бы, то, что нет перспектив, много значит. Вот. Я думаю, что тут не надо забывать. То есть, и опять-таки, вы их заставьте работать. Вы их сократите, чтобы они работали. Не надо нам 800 тысяч, да? Сделайте 400 на 50 процентов. В два раза. Да, пожалуйста, заставьте работать. Но только оставьте его быть человеком. Не то, что вот вы последний. Так вот, прям, бедные родственники. А взятки будут брать? Взятки берут? Да, да. Взятки берут? Ну, а то что? А вы помните, как Петр говорил? Так, значит, отправьте его, посадите его, значит, на это самое, на это дело. И пусть он, значит, работает. А какой мы ему положим, значит? А никакой не надо. Он наворует. Это неправильно. Абсолютно неправильно. Я же вам только что... Это же неправильно. Я вам только раз... Приводят пример, якобы, высказывания Сталина по поводу врачей. Что он, мол, сказал, хорошего врача народ сам прокормит. Это неправильно. Это неправильно. Вот я об этом говорю. И так же надо относиться и к чиновнику. Нет, требовать с него, заставлять работать, сокращать, все что угодно. Но зарплату надо платить, ну, с размерной, с зарплатой, допустим, там, врачей, учителей. У нас сейчас так получается, что в Москве, там, чиновник, который получает, там, 17-20 тысяч, он уже не может прожить на эти деньги в Москве. Какой же он, чиновник? А это, вот, знаете, такой уровень. Бизнес-сорый уже. В определенной степени. Он уже начинает воровать. Освоение государственных денег. Он уже начинает воровать. Вернусь, все-таки, к налогам. Я хочу понять, есть ли такая, ну, может быть, неожиданная радужная ситуация, радужная, все-таки, в кавычках, в связи с ближневосточными, североафриканскими событиями, да? И вот они, вроде как, эти денежки-то зеленые опять начали сыпаться. А что же тогда государство российское собственное, малый, средний бизнес жмет? Возвращаясь к тому, что я сказал. Наши сами извечные споры. Нельзя забывать о всем остальном. Ну, да, доллары капают, но у нас все-таки модернизация должна проводиться. Эффективность должна повышаться. В случае изменения в налоговой системе, где, как бы, одно направление отвечает, там, доходов отвечает за расходы, как мы приняли, допустим, по пенсионной реформе, там, по медицинскому и социальному страхованию, мы должны это сбалансировать. Иначе не получится. То есть мы там... Но жмут-то, жмут именно малых и средних. Я вчера с несколькими людьми, с разными, которые занимаются разными бизнесами, общался, в том числе и крупными, инвестиционными, айтишными. Но все мне в открытую говорят, ребята мне открыто говорят, мы будем договариваться с нанятыми сотрудниками. Нет, вы о чем говорите? Вы какой бизнес называете? А кэша? Инвестиционный, айти, да эти даже им полпроцента сделай чего-нибудь. Они все равно, что хотят, то и придумают. Очень умные люди-то. Вы называете направления, которые настолько умные, что на самом деле они платят ровно столько... Да ладно, торгаши тоже уходят в этот серый нал, в этот серый кэш. Неужели было непонятно при принятии решения о переходе с ЕСН на страховые взносы, что мы сами дезавуируем то решение, которое было принято в начале нулевых? Если вы помните, кстати, очень много, я принимал в этом участие, очень много меня ругали за все это и говорили, что это такое, нет социальной справедливости, во-первых, подоходы так снизили, в общем, установили только там планку такую, меньше всех в мире, что это такое. А в итоге, так за несколько лет, за два-два с половиной года, в два раза повысился подоходный налог. Не налог, а сбор. Это было правильное решение? Конечно, было правильное. Так а что произошло сейчас-то? Что за откат-то? Зачем это делать? Ну, кстати, очень последовательно Кудрин говорил о том, что нельзя, нельзя собирать, то есть нельзя связывать доходы и расходы. Нельзя. Давайте сделаем так, как мы прописали в бюджетном кодексе, так называемое, в общее покрытие. То есть собираем все налоги, у нас есть все расходы, и вот это должно балансироваться. А вот отдельные строчки не надо связывать. В данном случае мы просто связали строчку вот единого социального налога, то есть страховых взносов, мы связали с конкретными фондами. И выяснилось, что вот это, именно этого налога, этого сбора у нас не хватает на то, чтобы выплачивать пенсии. И мы вот загнали до невозможности. Сейчас там пытаемся всякими льготами для всяких предприятий, в том числе IT, кстати, и прочих. Нет, я это в курсе, но понимаете, это алогичные решения. Нет, нет, алогичные решения не в цифре налога, что в итоге оказалось алогичным, а алогичное решение, когда связали строчку со строчкой, и оказалось, что надо поднимать, чтобы выплатить пенсии, надо вот эту строчку поднимать. Не поднимайте пенсии. Вот вообще, сейчас цинично-кощенственную вещь скажу. Но если нет, простите, бабок в кармане, то все. Еще скажите, давайте повысим пенсионный возраст. А почему нет? А я вам расскажу. А почему нет? Я сейчас расскажу. А почему нет? Очень здорово. Вот у нас такую пугалку придумали. Да, вот Царство Небесное Черноморде, он сказал, хотели как лучше, получили, как всегда. Значит, мы, представьте себе, вдруг повышаем пенсионный возраст. Делаем его для женщин 60 лет, для мужчин 65 лет. Ну, делать и не вдруг, делать и постепенно. Да неважно, не в этом вопрос. Не в этом вопрос. Вдруг делаем, да? И начинаем считать. У нас есть формула, по которой рассчитывается пенсия. И оказывается, что пока вот люди еще не выходят на пенсию, их отодвинули, у нас вроде бы сокращение расходов пенсионного фонда. А потом неожиданный рост, причем значительно больше, чем это было на этот год рассчитано, если не сдвигать пенсионный возраст. Да, люди при этом даже еще получат пенсию выше, потому что за эти отработанные дополнительные годы в этой формуле сложной, знаете, она такая сложная, я сам три четверти ее только разбираю, но она такая сложная, если туда вставить, то получится пенсии больше. А пенсионеров там 36 миллионов. Мне эксперты говорили о том, что вот эти формулы созданы были в 60-е годы советского периода. У нас другая страна. Мы сейчас нет обсуждаем. А мы пытаемся советский вот этот способ пенсионного обеспечения применить. Мы сейчас нет обсуждаем. Мы обсуждаем, что вот на этой системе произойдет, если мы повысим пенсионный возраст. Ерунда произойдет. Через пять лет мы вынуждены будем платить больше, чем платили бы через пять лет, если бы оставили пенсионный возраст, как он есть. Поняли, да? Поэтому вот экономически, если не менять, если не делать глубинную реформу пенсионную, повышение пенсионного возраста абсурд. Просто абсурд. Но... Но не абсурд повышения налогов. Это... Это кэш. Это серый, черный нал. Зачем государству опять заводить бизнес в эту сторону? Зачем? Ну это же все понятно. Ну с кем только сейчас не переговорить. Мы с вами вот сколько раз встречаемся, столько раз вот это обсуждаем. Столько? Потому что я считаю, это стратегическая ошибка. Этого нельзя было. Ввели 13-процентный подоходник все в начале нулевых. Гениальное решение. Сделали ЕСН. Гениальное решение. Что назад-то отворачивать? Нет. Мы сделали шаг назад. Нет. Два шага назад. А теперь опять один шаг вперед. Мы ведь что теперь сделали? Мы значит начинаем всем льготу вводить. Опять опускать до 26% все это дело. И при этом разницу надо чем-то... Это называется собес. Совковый собес. Когда я слышу слово льгота... Да. Это значит, конкретные чиновники получают свою маленькую лазейку, через которую можно делать все, что угодно. Льгота тем же IT-компаниям. Что там чиновники? Делайте, для всех все одинаковое. Не льготируйте ничего. Нельзя для всех. Ну, понимаете, нельзя для всех. Ну, нельзя. Ну, что-то надо поддерживать, а что-то не надо поддерживать. Понимаете, что-то и так живет. А на чем-то мы можем вылезти. Чем-то мы можем нефть заменить. Ну, IT, если не будем поддерживать, то информация это единственный продукт, который может со временем сравняться с нефтью. Туризм, информация, что еще? Все остальное-то, ну... Ну, а поддерживать и услуги, и торговлю. А они-то выпали. А они выпали. Хорошо, по IT-шникам приняли решение, значит, льготировать. Ну, а эти что? Эти не белые и не пушистые. Зато эти имеют возможность по умененному работать. Не все? По патентам. Ну, да, большие не могут. А я с большими не общаюсь. А зачем мне с ними общаться? Они и так себе заработают. Как там у Петра Первого, помните? Хорошо. Теперь, значит, вот эта идея с налогом на недвижимость. О, это хорошо. Я вообще, знаете, я тут участвовал в одной телевизионной программе, я вашим коллегам в открытую привел три тезиса. Почему я считаю, что Россия не готова к этому? Пункт первый. Мы все рассуждаем о богатых, сверхбогатых и бедных. Но почему-то в упор не хотим замечать миддл-класс, средний класс, который фактически есть в Москве, есть в Петербурге, есть в городах-миллионниках. Как правило, Евгений Викторович, это люди, которые уже обременны. Это один тезис? Ипотека, автокредитование. Это один? Это все вместе. Нет. А следующий тезис? Вот то, что этот миддл-класс уже и так обременен обязательствами. Я готов. Я готов. Давайте. Значит, я не согласен с теми предложениями по введению налога на недвижимость, которые сейчас готовятся, совершенно по другим причинам. Давайте. Почему? Ну, потому что эксперимент очень длительный проводился и в Твери, и в Новгороде. Сейчас в нескольких регионах, в четырех, проводится еще один эксперимент по расчету, по методике, оценке. Понимаете, все получается достаточно большая ерунда. Я посмотрел, как все это было сделано на Землю. Один раз, несколько лет назад, чего-то там посчитали. Понимаете, люди еще не готовы к тому, чтобы сразу идти в суд и заявлять протест по поводу того, что им насчитали на их землю. Ну, по крайней мере, я-то посмотрел примеры, когда совершенно, скажем так, разные по качеству участки земли почему-то имеют одну кадастровую стоимость. И при этом одинаковые участки в разных регионах там, одинаковые. и городу, и города примерно одинаковые, а имеют совершенно разную кадастровую оценку. Это очень плохо. Мало этого, мы просто не умеем проводить актуализацию. Мы ни разу ее не проводили. Мы не понимаем, как это делать. Что, опять сейчас все закрывать и побально все это проводить? Невозможно. Несколько лет уже стоим на той кадастровой оценке, которая была. Потом, мы что, закрыли все участки земли кадастром? Нет. А почему? А не можем. А потому, что мы, допустим, сейчас налогом облагаем какие участки? Которые зарегистрированы. А если они не зарегистрированы, но используются? Нет. Нет, никак. Законом это не предусмотрено. Это же ерунда. еще и закона их нет. Да, их нет. Это ерунда какая-то. Понимаете? Ну, значит, что-то надо делать там. Вводить, что платит налог тот, кто ее использует. И муниципалитет определяет. Вот этот участок, вот он его использует, значит, он должен платить налог. А дальше уже пошла кадастровоценка и прочее. Нет. У нас такие юридически жесткие рамки, что пока человек не пойдет в регистрационную палату, это вообще ужасная вещь. Ужасная вещь. Просто вот, я сам ходил. Каждый в своей жизни хотя бы раз с этим стал. Я сам ходил. Ужасная вещь просто. Вот. И с него не берут налог. Это что такое? Ерунда какая-то. Просто ерунда. Сам подход ерундовый. Вот. Поэтому, пока мы это не исправим, замахиваться на более мощную вещь, как налог на него. Но замахиваются. Нет. Это замахивались в восьмом году, потом в девятом, в десятом, теперь в двенадцатом, возможно в тринадцатом. Так и будут замахиваться. Не расстраивайтесь. То есть вы думаете, что конкретики не появятся? А потому что нет, а потому что не сделано ничего. Не сделано. По земле не сделано. Давайте по... По жилью. Да, совершенно верно. Вот смотрите. Вот я считаю, что когда два налога для физических лиц, для юридических пока не трогаем, для физических лиц, для людей, вот у него земля и здание. Вот если там моя земля, моего брата, здание. Возможно? Сейчас возможно. А в налоге на недвижимость невозможно. То есть там надо комплекс, земля со зданием. Ну, ясно, что когда здесь возможно, а здесь невозможно, значит это более логично и более динамично, и более такое жизнеспособное, чем там. Поэтому зачем нужно заменять два налога? Ну, сделайте вы, параллельно их проведите, так чтобы вот мой комплекс с землей и зданием как бы двумя цифрами просто обозначался. Не одной, а двумя. Ну, почему это должна быть линейной? Как бы... Есть же и вектора. Да. Так вот вам вектор всего двое координаты. Значит, по земле и по этому самому зданию. Сторонники этого налога говорят о том, что сейчас нет реальной рыночной оценки вот этого недвижимого имущества. И, соответственно, государство теряет на этом деле? Что теряет? Вы знаете, сколько государство получает, допустим, в консолидированном бюджете от налога на имущество юридических лиц? 4,3%. От налога на землю 2%. От налога на имущество физических лиц. Кстати, этого закона вообще нет. Он такой... Его нет в налоговом кодексе. Налога на имущество физических лиц вообще нет в налоговом кодексе. А фактически он применяется. А фактически он применяется. Ну, чего ждать от закона, который написан в 91-м году? И мы его до сих пор... Лучше бы его сейчас нормально привели в чувство, вставили бы в налоговый кодекс, и я думаю, что там бы могли бы разобраться. Но там 0,3%. Ну, вы знаете, а вообще от имущества в мире никогда больше не получали. Вот я так посмотрел сравнение с развитыми странами за рубежом. Там и 3% есть. У нас 6,5%, да? А тут 3% есть. В некоторых там Дания и прочие. Они вообще там меньше процента от этих налогов получают в доходы своего консолидированного бюджета. Ну, ничего страшного. То есть вроде бы, вот с точки зрения объемов, никакой трагедии нет. Все вроде бы более-менее. Порядка нет. И вот есть такое подспудное желание навести порядок. Я пытаюсь объяснить, что когда у вас такое комплексное решение, и вы не знаете, что делать, в нем труднее разобраться, чем в двух отдельных. Они говорят, нет, давайте соберем в комплекс, и комплексно будем решать. Давайте. Сколько лет уже решаем? И будем продолжать. Поэтому от того, что мы хотим налог на недвижимость, мы не можем принять закон о налоге на имущество физических лиц и вставить его в налоговый кодекс. А тот не можем принять, потому что очень сложная система. Вообще вот эта оценка, массовая оценка стоимости жилья, это гораздо сложнее и гораздо труднее, чем оценка земли даже. И потом оценка может производиться, если есть рынок. А я знаю, что если мы выйдем за пределы крупных городов-миллионников, то какой там рынок? Ну какой там рынок? А на землю? А на землю? Вы поняли. А зачем городить вообще вот это вот все? Зачем будировать в обществе вот эти настроения о том, что предполагается... Ничего страшного. Ничего страшного. Будировать через 20 лет обязательно будет. Мы разберемся, технологии повысят. У нас компьютеры будут лучше. Ну вот, кстати, еще один тезис сторонников. Они говорят, что это деньги, которые получат муниципалитеты. Что, мол, вот главы непосредственно на местах, но они-то лучше разбираются во всей этой каталоге. Нет, я старательно занимаюсь налогом на недвижимость. Вот как бы вот есть общее поручение, я старательно занимаюсь. Но никаких у меня мыслей, что от этого налога мы получим больше, чем от двух вот ныне существующих, я это не держу. Ни в коем случае. Вы поймите, если сейчас всю землю привести в порядок, зарегистрировать и обложить налогом, всю, кстати, можно, кстати, землю Министерства обороны, почему бы нет? Ну, почему бы нет? Кстати, они жестко сократятся. Не потому, что президент сказал, и министр обороны там всем по башке надавал, они начали там разбираться с землей, начали продавать то, что им не нужно. А из-за экономических соображений. Ну, просто платить зачем, если это никак не используется? Даже вот это. Вот с этим бы совсем разобрались, и приняли бы налог на имущество, там бы какие-нибудь подходы только сделали к оценке стоимости, не БТИ, а вот что-то хотя бы близкое того, там, допустим, аналогично затраченным на строительство такого объекта, там, где-то в другом месте. Ну, потому что люди документы сдают на строительство, да, там тоже меньше 50% показывают, но сейчас-то БТИ вообще 10% от стоимости, от реальной оценки. Вот, поэтому, вот только это бы сделали в два раза повысить. Что мешает? Ну, что мешает? Что мешает привести в порядок вот этот земельный вопрос? Ну, как, вот новый руководитель налоговой службы нам пообещал, что он кадастр доведет до состояния, и мы увидим реально с каждую точку вот на нашей, на всей карте, и будем знать, сколько она стоит, и так далее. Я надеюсь, что когда-нибудь это будет сделано. Но только вот пока мы делаем политические заявления, а технологические у нас отстают. Мы все слышим политические, а я вам говорю, технологические отстают, не нервничайте. Главное, чтобы, не дай бог, политические не настолько возобладали, что забыли про технологические, и мы, не дай бог, примем что-нибудь, что технологические выполнения не возбудут. Чтобы героически преодолевать эти трудности. Вот. Вот это самое главное. Поэтому, как бы вы теперь не ругали не чиновников, а уже законодателей, вот здесь... Если примите, здесь барьер... Громить будем по полу. Точно. Я сам приду и скажу, что вот не смог ничего сделать. Понимаете? И почему не смог? И что вы за это мне сделаете? С одним из ваших коллег, сенаторов, тут как-то на медне мы с ним очень так крепко пообщались. Он мне говорит, вот понимаешь, Юрий, если не ввести этот налог... Он сторонник. За эфиром я вам скажу его имя. Нет, кстати, я тоже сторонник, да? Но. Вот главный его тезис. Понимаешь, вот сейчас у нас все жилье приватизировано практически, да? Ну, практически. Все собственники, да? Да. Но собственники в воздухах, как он говорит. Даже стены в домах не прилежат этим собственникам. Я уже начинаю тогда вообще, вот знаете, у меня голова кругом. К налогам, какое отношение имеют? Я задаю вопрос тогда. А налог на единичном? На что тогда? На воздух? Да. То есть я вот, понимаете, Евгений Михайлович, я хочу понять. В нашей стране люди же собственник, ну вот так, берем вариант, да? Значит, имеют собственную квартиру. А они имеют право ею распоряжаться. Государство, наверное, имеет право... Ой, Ир, извините, пожалуйста. Я хотел бы... Ведь проблема... Вот вы спрашивали меня, а что мы делаем, чтобы вообще что-нибудь... Вот я вам скажу. Мы также вот однажды разговаривали с депутатом Государственной Думы Андреем Макаровым. Помните, такой адвокат был, сейчас он депутат. И долго с ним спорили по поводу всех налогов на физических лиц. И знаете, до чего мы дошли? Так. Сделали с ним вдвоем поправку. По которой? Вот у меня, значит, машина там где-то в одной налоговой, у меня там земля под городом в другой налоговой, у меня квартира, и у меня вот в год приходит 20-30 вот всего-то ничего. Всяких бумажек из налоговых по поводу уплаты. И это платить надо тогда, это платить надо тогда. То есть, понимаете, происходит вот такая технологическая разбалансировка. Мы сделали поправку. А давайте так. Вот вам 1 августа, к 1 августа собирайте всю информацию за предыдущий год налоговая. Отправляйте мне до 20 августа одним пакетом, чтобы я все получил за предыдущий год по всем объектам. Чтобы было все понятно. Да. Что там написано. Да, там бумажка, сумма, все по каждому. И вы до 1 ноября за предыдущий год должны заплатить. Ввели этот закон. Так. Теперь за 11 год не в течение 11 года не в течение первой половины 12 вам вообще ничего не пришлют. Вам пришлют в августе в сентябре месяце полный пакет где вы все увидите все свои что на вас зарегистрировано и оплатите по каждому из вот этого пакета. Ну, там ругали нас, говорили, ну что вы там в 11 году подкосили там местные бюджеты. Мы терпели. Вот вы терпели. Но для людей-то технологически совершенно другая ситуация получилась. Абсолютно. вот мы с Макаровым я вам скажу все сделали. Он все это подтвердит как мы долго все это мучили выписывали потому что там налоговая мы сначала-то думали ну там к первому июня налоговая нет вот тут такие данные отсюда такие с машин такие с земли такие с имущества такие в итоге только вот до 1 августа мы сможем все свести. Ну, хорошо. Сведете к 1 августа до 20-го отправьте до 1 ноября значит должны заплатить ну срок нормальный там сентябрь октябрь два месяца на уплату на уплату вот нам даже знаете некоторые говорили зачем это делать причем нормальные такие чиновники хорошие в смысле головастые они говорили вы поймите человеку сразу одну сумму выложить труднее чем он несколько раз платит ну в общем-то в чем-то они правы возможно потому что если мы говорим о суммировании ну эту маленькую суммированную мы платим год назад а это сейчас вот вы если ты тогда положишь просто в банк вы уже на этом деле там 10 процентов заработаете просто мне эта идея не просто идея а то что вот будет сделали сделали закон работает с 1 января 11 года вступил в силу можете проверить теперь вот за 11 год за 10 вам пришлют еще там по старой схеме а вот за 11 год с 1 января 11 года только по новой схеме только вот таким вот образом видите технологические изменения да это очень важно это очень важно и вот такие же технологические изменения по земле такие же технологические изменения по налогу на имущество физических лиц юридических лиц и когда вот это все потихоньку кирпичиками обложится тогда можно прийти к налогу на имущество кстати он все равно не будет затрагивать все так как я вам и говорил потому что нельзя запретить человеку своему брату дать землю для постройки его дома нельзя ваше мнение вот опять-таки если сравнивать с другими странами россияне как подавлены вот я между сейчас физиков да то есть и юрий лица не берем во внимание берем именно физических лиц вот как они насчет поддавки именно налоговой нет вот если сопоставлять с разными или не очень сильно дело в том что у нас четыре с лишним процента из общего тут вот шести с половиной это юридические лица на самом деле у нас два процента земля по идее я-то думал что и где-то два процента будет имущество вот от общего консолидировано ну земля вообще налог на недвижимость в разных странах он существенно разный я не буду брать провинцию синх в пакистане там какие налоги зависимости от стоимости имущества 20 процентов 22 с половиной 26 чем выше стоимость 26 процентов 26 процентов каждый год вы должны заплатить стоимости своего имущества в виде налога ну понятно да мы такие варианты не берем но в общем все варианты ниже одного процента 0 5 0 7 0 8 у нас по налогу на землю такая ситуация у нас не больше 03 платит по налогу на имущество так если сказать что налога на в русском россиян кратно выше чем в других странах не примет конечно нет и самое главное вы должны понять что вот не привязывайтесь к ставкам вы попробуйте соединить вместе базу и ставку потому что если база маленькая оставка большая то у вас все равно мало налога будет у нас база значительно меньше чем у них у них там очень часто база рыночная особенно вот в нормальной чего нам не хватает а у нас значительно вещь мы сейчас по земле там где-то вырвались выше рыночные где-то ниже рыночные но что-то что-то мы сделали а вот по имуществу вообще не подходили у нас оценка бы ты я же говорю 10 процентов от реальной стоимости поэтому тут у нас стоимость строительства показано там на 50 процентов обычно но даже если мы с 10 процентов перейдем на 50 я вам скажу что уже будет большой 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 успех посмотрите появилась на этой неделе информация о том что часть выплат в социальные фонда может быть перенесена с работодателя на сотрудников ведомства татьяна голикова обсуждает вопрос да союзами есть предложение если это предложение будет одобрена зарплата сократится почти на три процента значит все это вроде как опять же долгосрочная концепция меня на самом деле вы знаете простите меня начинает бесить вот эти долгосрочные концепции до 2050 года когда правила игры правда меняются каждый год и непонятно в какую сторону вот что что это за новации евгений для чего опять-таки если это новация достаточно грамотно соединяя с уплатой сборов этих юридическими лицами то это общемировая практика то есть всегда предприниматель работодатель всегда отвечает за эти вопросы наравне с самим работником работник должен сдать что происходит у нас сейчас ничего не знает платят за него там пенсионный не платит он выходит на пенсию получает бумажку и там пенсия минимальная не почему он получает вот эти конверты вот сейчас он начал получать раньше он и этого раньше он и этого не имел, кстати. Раньше он и этого не имел. Сейчас он начал получать. Поэтому, конечно, он должен понимать и знать. Некоторые эти бумажки, когда тебе в зарплате строчки стоит, ты уже это не бросишь, как этот конвертик, который ты получил. Ты реально увидишь. Вроде бы, для нормальной ситуации, если снижается налоговая нагрузка на предпринимателей и чуть повышается на работника, вроде разницы никакой. Общий объем выплаченных денег государству и работнику, а остается один и тот же. Но, понимаете, у нас такая моральная ситуация будет другая. У нас вот, если мы на 3% снизим работодателя, он не заметит. А если на 3% повысим работнику, вот, начнутся большие неприятности с социальной точки зрения. То есть, я думаю, что работникам это не понравится. Не понравится. И даже если ему объяснить, в чем суть. И даже если объяснить то, что вот, ребята, вы будете видеть, как и куда эти деньги. Я думаю, что это надо делать, но, возможно, придется делать не совсем пропорционально. Снимать, допустим, 4-5% с работодателя и только 3 перекладывать на работника. То есть, все равно вот давать какую-то конфетку работодателям, говорить, мы вот, вы разговариваете с своими работниками, вы с них будете брать там 3%, а мы с вас сняли, теперь вы будете платить там не 3-4%, а 29%. Понимаете, да? Вот такое возможно. Но вот по вашему мнению, это все-таки шаги в правильном направлении, когда мы говорим о переходе от того, что не работодатель, а работник начинает. При соблюдении общего объема выплат. Понимаете? При соблюдении общего объема. Потому что вот сейчас 100 рублей выплачивается в виде зарплаты, плюс 34, ну, до определенной суммы. Такой очень утрированной и грубой. Да, вы понимаете, что тут. Вот, 34, 134. Теперь, значит, я говорю, отдавать, то есть он получает 87. 100 минус 13. 87. Он теперь получит 84. 134. Но вот эти 134 не должны уменьшиться. То есть они должны остаться. Понимаете, да? То есть просто перенесено с работодателя на работника. То есть на 3% должна увеличиться зарплата. Работодатель должен отдать те деньги, которые он теперь не платит государству. И чтобы его на это дело заманить, я говорю, добавьте ему еще немножко. Ну, 2%. То есть, чтобы с него не 3 сняли, а 5. Тогда он эти 3%, честно, которые он перестал отдавать государству, отдаст своему работнику. И при этом налог увеличится на 3%, зарплата увеличится на 3%, и вы получите нормальную социальную ситуацию. А если вы просто скажете, вот дополнительно 3%, не 13, а 16, вы, конечно, получите проблемы. Вы, конечно, получите снижение заработной платы. Нельзя этого делать. Но ведь если мы эти 3% на работника переносим с работодателя, значит, работодатель меньше платит. Значит, надо как-то заставить работодателя перенести эти 3% отдать все деньги. Не государству, как сейчас он должен делать, а работнику. Повысить на эти 3% заработную плату. Понятная идея? Да. Ну, посмотрим, как она будет. А это вот, знаете, хотели как лучше. Я вам рассказываю. Я надеюсь, что все-таки получится. Я вам рассказываю, хотели как лучше. Я вам рассказываю, как должно быть, как оно нормально. А как получится, мы с вами посмотрим. Очень часто от разных политиков, особенно в предвыборный год, я постоянно слышу разговоры о необходимости замены плоской шкалы налогообложения физиков на прогрессивку. Вот ваш взгляд? Ну, конечно. Я считаю, что это демагогия. Нет, конечно. Конечно, конечно. Это это не демагогия хотя бы потому, что в мире очень часто используется именно такой подход. Ну, мы вроде считаем, что, ну, в мире дураков много, но не все же. И почему-то они все делают вот прогрессивную шкалу, а мы нет. Вот только из этих соображений. Только из этих соображений. Вы знаете, технологично, технологически настолько проще плоская шкала, вы даже себе представить не можете. Боже мой. Ну, и вы привели в самом начале пример. Вот когда она была введена, в два раза увеличивая есть поступление. А посмотрите, ну, потому что богатый человек, он найдет в тысячу раз, в тысячу раз больше способов уйти от налогообложения, чем бедный. Поэтому, если ему сказать, будешь платить 50%, он вам вообще ничего не заплатит. А сейчас платит 13%. Поэтому эти деньги попадают в общую кассу. Поэтому они увеличивают поступление от этого налога. Сейчас я не это хочу сказать. Вы посмотрите, вот я работаю там, пишу что-то там, лекции читаю, зарплату получаю на работе. И вот у меня несколько источников. Есть у меня прогрессивная шкала. Это уже точно сдача декларации. Это уже точно суммировать, не забыть и все эти проблемы. А сейчас нет этих проблем. Декларацию дать не надо. Что бы ты ни получил, все равно с них 13% забирают и ничего нигде, ничего не изменяется. очень администрирование облегчается намного. И расходы на администрирование уменьшаются. Но в стороне прогрессивки кричат социальная справедливость. Где социальная справедливость при ваших 30 на 13%? А вы думаете, я не согласен? Согласен. Социальная справедливость при 13, 20 и 30 будет выше? Нет. Если взять и отобрать у богатых все, социальная справедливость будет на пике. Понимаете? На пике. Вот взять, если ты получаешь зарплату в месяц выше 200 тысяч, у вас все отбирается. И вы живете на минимальную заработную плату. Воздухом. Да. На минимальную заработную плату. Но почему те, кто успешный, должны платить за тех, кто это не может делать? Скажите, социальная справедливость будет на пике в этом случае? Не знаю. Не знаю. Все будут довольны. Я категорически против. Всех богатых обобрали. Это же... Но это, знаете, это разводка для лохов. Правильно. Вот и все. Вот я совсем грубо сказал. Поэтому возвращаемся назад. Мы ввели, и самое страшное в этом, даже не это, мы ввели, держитесь. И все время я слышу и от бывшего президента, от нынешнего, и от премьера бывшего президента, слышу, нет, держимся, нет, не будем, потому что держитесь. В этом случае нужно держаться. Если начнем дергаться, еще хуже будет. Потому что вот сам, само ожидание вот таких изменений приводит к уходу в серые схемы. Конечно. Конечно. Нам бы сейчас побороться с серыми схемами сборов этих самых страховых. Не поборитесь. Не поборитесь. Не поборитесь. Будем. Будут уходить. Будут уходить. Конечно. А зачем создавать проблемы, чтобы потом их героически преодолевать? Объясните мне. Ну, зачем? Это так же, как вот эти демагоги с прогрессивным налогом. Ну, нельзя это делать. Ну, вы правильно сказали. Мы уже сделали. Поэтому надо думать вперед и надо заниматься исправлением той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Я занимаюсь... Адменить эти решения возможно? Нельзя. Почему? Во-первых, сама система администрирования меняется. Раньше этим занималась налоговая служба. Сейчас этим занимается пенсионный фонд. Вот это вот... Мы сократили налоговую службу. Мы уволили тех людей, которые занимались ранее администрированием этого единого социального налога. Часть из них перешла в пенсионный фонд, часть пошла в экономику куда-то там, да. Мы набрали людей в пенсионный фонд. Они сейчас... Обратный процесс это уже полное вот уничтожение всех, кто занимался этой проблемой. И они никуда вообще не попадают. Это заново все начинает, заново обучает. Как будто 91-й год. Я вот не хотел бы сейчас вернуться. С белого листа. С белого листа. Вот это первое, что меня совершенно не устраивает. Второе. Если мы сейчас вернемся к тем 26 единого социального налога и к той системе пенсионной, которая сейчас, мы баланс не получим. Причем не получим ее ой, как серьезно. В том смысле, что федерального бюджета и даже нефти в 120 долларов уже не хватит, чтобы закрывать эту дырку. А вот на что бы я не хотел полагаться при выплате пенсии, это на цену на нефть. Все-таки, вы понимаете, почему, собственно, и отделяли от нефтяных, куда-то выводили, чтобы не было зависимости от цен на нефть. Вот зарплата, вот мы получаем ее, вот от нее платим пенсии. А если она будет закрываться частью деньгами от нефти, что-то произойдет с ней. Что нам делать? Пенсию снижать. Не повышать. Не повышать. Нет. Не повышать. Ваше радикальное отношение к пенсионному возрасту и повышению пенсии, я уже понял. Вы уже поняли, что я не согласен во всем с вашей позицией. Хорошо. Вы хотите это обсудить? С другой стороны, за этим. Фактически, государство профанировало пенсионную реформу. Я имею в виду накопительную часть. Да. Это шоу. Опять для лохов было. В очередной раз. Мне крайне обидно, что я, поддерживая абсолютно эту реформу, агитируя и приглашая в эту студию экспертов, профучастников, которые объясняли на протяжении всех этих лет, для чего это надо. Мне стыдно за то, что по факту, что количество молчанов у нас не изменилось. Практически не изменилось. Вот эти там проценты, это все. Понимаете, государство, как один из мне политиков из Госдумы сказал, да, мы заинтересованы, чтобы они были молчанами. Я говорю, вы слушаете, с какой стати-то? А я не знаю. А, потому что мы консолидируем это в вебе. У нас эти, нам надо строить, нам надо развивать. Я говорю, слушайте, а чем вы платите, будете пенсии дальше? Через, через. непонятно. То есть вот это вот, вот эти вот ваши идеи, вот с кем вы там разговариваете, я не знаю. Могу все эфиры поднять. У нас все фиксируется. Вы это дело, вы еще раз ему скажите, что это самое главное, ради чего все это делается? Ради пенсии. А не как раз, не ради того, чтобы строить там, и давать кредиты вебу кому-то, или на что-то. Нет, я здесь не знаю. Я согласен с тем, что процент молчанов очень большой. Что при начале этой реформы, что при начале этой реформы, мы десятикратно ошиблись в количестве молчанов. Десятикратно. То есть мы думали, 10 процентов нам. Как минимум. Да. А получилось 95, понимаете, да? 95, ну 90 молчанов. Это страшная вещь. А в чем причина-то? А я считаю, это вина чиновников и государств. Вот вы знаете, вот если сейчас, допустим, мы опять будем говорить о подоходном налоге, или о любых других, пока человек вот сам не должен что-то делать, я ведь вот с точки зрения администрирования радуюсь, что не надо сдавать декларацию. Но с точки зрения теперь пенсионной реформы, в том числе этих молчанов, это очень плохо. Знаете почему? А он не знает ничего об этом. А вот если бы ему надо, он бы ругался, матерился, но шел бы, заполнял бы, сдавал бы и знал бы, что оказывается с него берут подоходный налог, что государство, что мой родной муниципалитет с меня такие деньги берет, а лампочка, значит, на столбе не горит. Понимаете? Уже началась бы какая-то реакция. Я вообще когда-то предлагал, сейчас не предлагаю, значит, повысить пенсии ровно на подоходный налог. Просто вот взять и сказать, всем на подоходный налог на 13% повышается пенсия, но эти деньги не вам, а мы их забираем в качестве налога. То есть, как бы заставляем пенсионеров платить подоходный налог. И тогда уже пенсионер в муниципалитете не нагрузка, не головная боль с поликлиникой и прочими вещами, с автобусами. А он, простите меня, такой же, как этот вот работник из завода там или из фирмы с нефтяной или электрической, да, он такой же налогоплательщик и платит такую же сумму. Кстати, пенсия, знаете, тоже, в общем-то, уж по крайней мере половина средней заработной платы. Что же отказались-то от идеи? А знаете, почему отказался? Потому что вот вся эта пенсионная реформа пошла как-то в другую сторону. Совершенно. Согласен. И на самом деле я не завидую тем, кто через энное количество лет будет это заниматься. Я привык выполнять то решение, которое уже принято и всегда обсуждаю только то, что еще можно обсуждать. Но в данном случае я просто развожу руками. Не туда. Есть такая проблема. А может быть нам приватизировать пенсионную систему? Нет, это не пройдет. Ну почему не пройдет? Ну потому что... Ну есть же страны. Для кого-то, может, для слушателей это будет новость, да? На самом деле есть масса стран, где эта система приватизирована. Есть, да. Есть. И когда ковбой, пройдя все штаты от Востока, куда он высадился на корабле, убежав с этой дурацкой Европы, прошел там, да, и обосновался где-то там в Техасе, и сам руками там все это создал, для него вообще вот эта вот идея все сам, вот это вот как бы приватизировал, вот это мое, вот я с этого и буду получать, она понятна, естественно, и с этим я не спорюс. Это штаты, Чили, Чили, вот, вот пример, приватизированная пенсионная система. Слушайте, только пропинать это не надо, да? Он там много чего хорошего сделал, и в том числе это... Заметьте, я не произнес, если вы его вспомнили, это я произнес, но он приватизировал. Ну, правильно, но наряду с огромным количеством других... Кстати, я еще раз говорю, не уверен, что это пройдет до конца. Все-таки, вот, глубина кризисов еще не обескровила всю эту систему. Я сужу по цифрам. 18 миллионов населения Чили в пенсионной системе управляют компанией 120 миллиардами долларов. Вот, вот, цифра. То, что мы называем балансом. Завтра, завтра эти деньги, завтра, вдруг, в случае какого-то серьезного кризиса, будут в 10 раз обесценены, чем вы будете платить зарплату? Да, то же самое я могу сказать про государство. Ну, то же самое я могу сказать про государство, которое вот здесь, в России, столько раз накалывало собственно население. в государстве соответственно упадут зарплаты, не будут повышаться и прочее, прочее. Государство вместо того, чтобы направить на оборону, направит на пенсии, все равно мощностью государства, которое значительно больше, чем даже мощность управляемых этих компаний и этими средствами, вытащит пенсионеров, по крайней мере, может быть, ниже прожиточного минимума. Вот я всегда знал российская особенность. Мы 125 доводов приведем, чтобы этого не делать. Не делать. И приведем только один довод для того, чтобы это сделать. Знаете, почему не делать? Потому что вот либо пешком, либо на самолете это неправильно. Есть еще много других транспортных средств. Нельзя все полагаться либо на собственные ноги, либо вот на самые последние достижения. Я смотрю на американских пенсионеров это одна категория, я смотрю на российских пенсионеров это совершенно другая категория. Я вам только что про ковбоев рассказывал, вы мне возвращаете... 20 лет нет совка. Значит, не берем их. 20 лет нет совка. Ладно, пиночет плохой, да? А помните, сколько... В Польше. Польше пенсионная система. А помните, Моисей, сколько водил по пустыне? Я очень часто слышу эти разговоры в последнее время. Они мне не нравятся. Не нравятся. Понятно. Я хочу сказать, что 20 лет для пенсионной реформы это ничего. Тем более, надо учесть, что мы ее не делали. Но государство заинтересовано в том, чтобы Молчанова было меньше? Вот скажите мне откровенно. К сожалению, нет. Ну, к сожалению, нет. Ведь вся проблема вот не обсуждать... Радикально перейдем на частную пенсионную обеспечение. А вот обсуждать... Это очень радикально. А вот Молчанова... Это правильно. Вот это правильно. Но надо людей как-то поднять. Потому что при 90% молчунах бессмысленно говорить о частной пенсионной системе. Вот о чем я говорю. И тогда, в общем-то, обосновано то, что государство повышает налоги. А куда деваться, если надо платить? Это ответственность поколений. Я считаю, что приватизация, как это не страшно озвучит пенсионной системой, не является радикальной мерой. Ее можно обдумать, продумать, захеджировать, в конце концов, со стороны государства. Те риски, которые могут возникнуть, в том числе, о которых выгодно. Вот Япония приватизировала свою железную дорогу 10 лет. Я думаю, что приватизация пенсионной реформы в пенсионной системе меньше, чем в 50% не должна вылиться. Евгений Бушумин, представитель Комитета Совета Федерации России по бюджету, был сегодня в реальном времени. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok